В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Взялись за рюмку. Новогодние каникулы пролетели. Самое время уже на трезвую голову поговорить о проблемах алкоторговли. А их хватает. Табу на продажу спиртного после 10 вечера ловко обходят, маскируясь под общий ПИД. Запрет спаивать подростков откровенно игнорируют. Ну и, наконец, так называемые разливайки. Вот уж действительно бич сегодняшнего дня. Жители, что против воли оказались с ними по соседству, стонут. Но крестовый поход, предпринятый против рюмочных в Самаре, провалился. Инициатива итальянских депутатов выгнать притон из первых этажей жилых домов в губернской доме накануне Нового года завернули. Мол, не сухой же закон у нас. К чему такие строгости? Хотя в соседних, Нижнем Новгороде и Татарстане, калкоторговцам не столь лояльны. В Казани в жилых домах разливайки попали под запрет еще в 2014-м, а в Нижнем их существенно сократят с этого года. Тольяттинские депутаты оказались не столь радикально настроены. Предлагали ликвидировать лишь те заведения, чья площадь меньше 50 квадратных метров. Но это осторожное предложение, видимо, показалось слишком смелым. В губернском парламенте решили не бежать впереди паровоза и подождать, на что решаться в Госдуме, а затем уже суетиться. Да и куда народным избранникам спешить? Не им же каждый день наблюдать такие сцены. Раннее утро веселью не помеха. Клиенты разливайки к груди встают на защиту любимого притона. Это рюмошная громко именуемая пивбаром оккупировала подвал жилого дома Новосадовая 179. Ведь здесь же располагается детская школа искусств номер 17, а во дворе детсад. Малыши наблюдают жизнь во всех ее проявлениях, а их бабушки беспомощно разводят руками. И хлорку льем, и все. Разливает полностью. Вот это разливайка. Вы посмотрите, какая стена уже белая. Это от чего? От мочи. Они тут же стоят и тут же оправляются. Из угла, он такая же письма. А вы что думаете? Я сама это лично видела. Вот он стоит. Вот видите как. Сейчас все уделает. Ну как вот это делать? Я не знаю. Это уже жизни нам никакой нет. Градус веселья не снижается здесь даже зимой. Алкоголики народ морозустойчивый. И потому во дворе Новосадовой 179 жители давно убрали все скамейки. Не помогло. Вот они пьют, вот все кидают здесь. Это бомба бывшего убежища, но оно сейчас действительно нам не нужно. Стало притоном? Бретон здесь. Ты их начинаешь выгонять, милицию вызываешь. Пока милиция едет, они разбежались. С ночами здесь невозможно. Вот мы окна сюда выходят. Крики, ругань, драки. Невозможно пройти мимо этих углов. Везде. И на корточках сидят, и в углах сидят. Везде они здесь опражняются. Извините меня. Некоторые на машинах подъезжают поздно вечером. Музыку включают, ваку ставят, и музыка орет. И бом-бом-бом. Но и это еще полбеды, признаются пенсионерки по пути в ненавистную рюмушную. Разливайка захватила помещение, в котором сосредоточены все коммунальные узлы дома и холодная вода и отопление. Как так получилось? Загадка. Ведь по-хорошему подвал общедомовая собственность, а не частная лавочка. Последствия уже есть. Мы тут тоже плавали. Ну вот вы плавали, понимаете, но доступ-то вы не даете к коммуникациям. Ничего подобного. А ночью вот как нам попадать, когда вот прорвалось ночью, как вот нам попадать сюда? Там есть отдельный вход. Есть же отдельный вход. А вот вода-то перекрывается вот здесь. Вот здесь перекрывается вода. Там отопительная. Там отопительная, а здесь вода. Что вы нам говорите, мы же тут здесь всю жизнь прожили. Здесь мы и что, а я тут при чем? В нашем доме, вы же знаете, находится школа творчества. Вы не имеете права вот здесь находиться. Это лично вы должны знать. И вы все знаете, только вы молчите. Говорят, торгуете пивом здесь круглосуточно. До десяти. До десяти? Да. А пьют ночью. Как же так? Подростки, говорят, с пивом от вас выходят. Не может такого быть. Не может такого быть. Точно не может быть такого? Точно. Верить на слово, я не привыкла. Как выяснилось, не зря. Спустя пять дней в 22.10 литр пива здесь продают 15-летнему подростку. Вы какую ситуацию можете прокомментировать? Никакого. И часто у вас подростки отовариваются? Нет. Часто, да? Ну, отовариваются. Ну, у меня первый. Активисты сразу двух общественных организаций, Союз потребителей и Росконтроль, в этом заведении нашли массу нарушений. Туалет платный, что незаконно. Вот почему экономные клиенты предпочитают углы дома. Полнейшая антисанитария. Смотрите, ну реально, ну вот тут просто помойка. Ну что, вам лень в воздуху выкинуть? Вот в эти бутылки осуществляется реализация пива. Вот смотрите, на свет видно. Здесь же стоит игровой автомат, который от греха подальше отключили, но от всех улик избавиться не успели. А вы продаете коньяк, водку? Нет. А это у вас что стоит здесь? Для чего? Как же вы не продаете водку, когда вон стоит бутылка водки у вас на столике? Видимо, кто-то пил уже. Давайте уже по-честному. Ну продаете? Скажите, да, продаем. Ну просто так у вас стоит здесь два ящика, там коньяк и водку, что ли. Ну не просто же так, правильно? Честный диалог не получился ни с продавцом, ни с администратором. Последняя категорически отказалась приезжать. Мол, ее хата с краю и вообще она хочет спать. И раз она продала, вот ее и штрафы. Вы знаете, я ночью не езжу никуда. Вы видели время сколько? Мы до 10 часов работаем. Мы до 10 часов работаем. Вы у нас сейчас заблуждение вводите. А директор кто? А директор точно трубку не берет. Точно трубку не берет директор? Нет, конечно, после 10 часов. А что, а если у вас пожар? Или потом? Давайте мы для вас будем пожаром. Вы в курсе, что в вашем доме, где вы торгуете, находится детская школа искусств? Другого места нельзя было найти? Я не в курсе, я не в курсе. Дальше что? Надо вам составлять протокол? Составляйте. Вам делать нечего, вы представляете. Протокол на продавца, ей грозит штраф до 50 тысяч рублей, составила полиция, которая, надо дать ей должное, прибыла в считанные минуты после нашего звонка. Выезжает группа сюда, едет немедленно вреагировано. Отсюда никто не выйдет. Группа приедет, соберет материал. Спасибо вам большое. А мы здесь стоим и контролируем. Никто отсюда не уйдет, никто от магазина не уйдет. Спасибо. Приятно слышать. Правильный подход. Во время марш-броска по магазинам мы с общественниками уже совершили ошибку. Вот в этой точке на Вольской подростку продали пиво. Но пока ехала полиция, продавцы успешно ретировались. Впрочем, от штрафа этот нехитрый метод их не спасет. За один вечер мы объехали с десяток точек. Статистика такова. В каждой трети все это небольшие магазины 15-летнему парню охотно сбыли пиво. Аргумент во всех случаях один. Я думала, что ему лет 18. Не надо меня снимать, можно? Он говорит, дайте мне бутылочку пива. Да, правильно. Его спросили, сколько тебе лет? 19 я ответил. 19 он ответил. Но ему не дашь 15 лет. А я могу ответить все, что... А почему он на глазок определяет? А он мне сколько дает его? Я не с тобой разговорю, сынок. Ясно? У меня уличок такой, как ты. Не надо снимать в ресторане. Страна должна знать своих героев, но не все герои с этим согласны. В магазине «Южный ветер» он располагается буквально в паре метров от злополучной новосадовой 179, с которой я передачу начала. У продавцов свои представления о законах. У вас разрешение с камерой на частное собственность? Вы общественное место. У вас разрешение директа. Директа. По какому закону надо? Это вообще-то частное собственность. Это не частное собственность, девушка. Это общественное место. Только что статью открываете и читаете. Вот наше разрешение на проверку. Я вам сказала, ордер на проверку. Ордер на проверку? Вы сейчас законы по ходу придумываете у себя в голове? Выходите. Не только придумывают, но и умеют их обходить. Алкоголем торгуют круглые сутки. Продавцы убеждены, у них на то есть право. Видите, на вывеске слово «закусочное». Но лицензию на кафе показать нам так и не смогли. Умники. Сначала надо знать... Да, 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 да. Мы умники. А вы давайте... Нет, нет, нет. А вы продаете алкоголь после 10 часов? Давайте попаку. У нас есть разрешение. Что за разрешение? Лицензия есть. После 10 часов? Покажите, пожалуйста. С какого перепугу? Вы что, кафе? Покажите. Покажите лицензию. Лицензию покажите нам. Да, у вас организация ИП Гулиев. Как ИП Гулиев относится к ООО «Гресси»? Можете пояснить? Покажите, я сказала, из магазина с камерами. Выгоните нас. Выгоню. Я сейчас какую-нибудь нажму и... Нажимайте, нажимайте. Приехавший ГБР предпочитает сохранять нейтралитет, пока общественники ждут полицию, ищут и находят в магазине просрочку. А представители ОМВД области говорят, таких мнимых кафе в Самаре, как грязи. Большинство этих объектов к оказанию флук общественного питания ровным счетом не имеют никакого отношения, кроме вывески, висящей на входной дверью, что это бар, закусочные и так далее. У нас как-то так повелось, что предприниматели свою деятельность настраивают не на соблюдение закона, а на его обход. Это заявление звучит на том самом думском комитете, где завернули закон о запрете разливаек, но водочному бизнесу этого мало. Председатель Самарской алкогольной ассоциации Сергей Баринов просит пойти еще на уступки, пересмотреть норму, установленную городской администрацией еще в сентябре. По этим правилам расстояние между образовательными, медицинскими учреждениями и алкомагазинами должно быть не меньше, чем 50 метров. Причем считается оно не по пешеходным дорожкам, как раньше, а по радиусу. Баринов пугает собравшихся более чем двухкратным сокращением торговых точек, ударом по малому бизнесу и безработицей. Это повлечет нерентабельность целого ряда торговых точек, если они утратят возможность торговать алкоголем с соответствующим закрытием этих предприятий, с безработицей. С другой стороны, это повлечет параллельное увеличение количества нелегально работающих торговых точек. Неожиданно в поддержку водочных воротил выступает депутат Севиркин. Главный поборник нравственности в ГУДУМе совсем не против разливаек. Надо отметить, что от сухого закону нет вообще в стране. Странные какие-то отсутки, с отсутствием логики, вот эти ограничительные меры, они нехорошие мыслим наводят, честно говоря. По неволе начинают думаться просто о лоббизме крупных торговых сетей, которые хотят просто-напросто вот эту вот всю мелочь вытеснить. Лоббизм все это пахнет, какие-то логики я не вижу. Конечно же здесь есть доля лукавства, говоря о том, что, наверное, я на этой работе уже привык к тому, что меня не первый раз обвиняют в лоббизме и в защите крупных торговых сетей. Это нормально, это нюансы данной должности, наверное. Да, абсолютно. Тем не менее, я абсолютно с вами согласен, львиная доля жалоб поступает как раз на небольшие магазины, часто даже с просроченной лицензией, не имеющей лицензии на торговлю. Понятно, что сухого закона в нашей стране нет, но тем не менее, по-моему, 100% жителей поддержат то, что количество алкогольных магазинов, реализующих и пиво, и крепкий алкоголь в Самаре, ну, наверное, запредельным можно оценить. В любом случае будем отстаивать эти позиции. Послаблений ждать, наверное, не стоит. Глава департамента Патрибрынга говорит, расстояние в 50 метров появилось не просто так. В Самаре опирались на федеральный закон. К тому же, Вадим Кирпичников убежден, нельзя на этом останавливаться, нужно еще подумать о детских площадках, которые оказываются окружены злачными местами. А закон на этот счет пока молчит. К тому же, нужно всерьез браться за тех предпринимателей, что игнорируют уже существующие нормы. Так тот самый дом на Новосадово 179 по новой схеме утвержденной администрации попадает в зону запрета продажи алкоголя. Бизнес предпочитает не обращать на это внимания. Но Вадим Кирпичников обещает навести там порядок. Отмечу, отдельно возьму Новосадово 179, отдельно, прямо в подвале этого дома. Мы конкретно обратим внимание, конкретно на этот адрес и выйдем с обращением в полицию конкретно по этому адресу. Достаточно узкие полномочия, полномочия в первую очередь полиции, штрафовать. Понятно, что предприниматель, который получает достаточно существенную выгоду, прикинув экономику, вполне возможно даже пойдет на уплату штрафов. В какое-то время, но будет продолжать реализовывать алкоголь. Я бы их назвал горе предпринимателей. То есть люди ищут любые лазейки, любые пути получения личной, уже личной финансовой выгоды для предпринимателя, невзирая ни на что. Я живу в 181, поэтому для меня это очень близко и знакомо. То есть наш дом вообще полностью окружен этими разливайками. Со всех сторон при этом действительно и школы, и детские сады. Мы можем так дойти, что и сигареты в розницу попытаться продавать. То есть это тоже будет вариант малого бизнеса. И поэтому я думаю, что, наверное, если сегодня взять и ограничить, то я не думаю, что это потеряет какой-то огромный сегмент малого бизнеса, который действительно реально платит налоги. Я думаю, что казна государственная не сильно из-за этого оскудеет, если вдруг прекратится торговля в таких неотведенных, неприспособленных местах. Смогли же мы наладить ситуацию с киосками? Сколько было разговоров, сколько было шума, что малый бизнес умрет, доходности не будет. А куда идти предприниматель? Но видите, сегодня киосков нет. И ситуация в городе и в санитарном плане, и в плане эстетическом, да и в плане бизнеса, она ни в коем случае не ухудшилась. Надеюсь, хотя бы в этом отдельном взятом доме на Новосадовой наступит мир покоя и протрезвления. Жители, кстати, тоже сложа руки не сидят, хотя через суд выселись разливайку. Но все же надеются на скорую помощь властей, поскольку воевать в одиночку боязно и опасно. Привьем. Если будешь писать, я же писала везде. Мы же писали неядно, а домом подписывались. Потом они съехали, другие приехали. Я говорю, фамилии назовете наши тут в одиночке. Ну что делать нам дальше? Куда нам идти? Куда писать? Пока в этой истории поставлю многоточие. Посмотрим, что будет дальше. А на сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся.